Мы с вами прекрасно помним, что с октября месяца были введены дополнительные пошлины на вывоз определенных групп товаров из территории Российской Федерации. То, что касается первой части вопроса. Как только мы получили эту информацию, сразу же связались с нашими российскими коллегами, начали прорабатывать этот вопрос. И хочу сказать, что по этому вопросу и Министерство экономики Российской Федерации, и Министерство финансов, все заинтересованные структуры Российской Федерации пошли нам навстречу. Мы нашли полное понимание. Сегодня я могу вам сказать, что документ об исключении Южной Осетии из перечня тех стран, на которых распространяется это постановление, имеется в виду об отмене вывозных пошлин для Южной Осетии. Перед премьер-министром Российской Федерации, я думаю, даже сегодня будет подписан этот документ. Но то, что на этой неделе этот документ будет подписан, буквально вчера связывался с вице-премьером Новаком Александром Валентиновичем. Он вчера подтвердил, что документ находится в правительстве и в ближайшие два дня будет подписан. Как только будет подписано постановление, сегодня утром созвонились с заместителем министра экономики Извольвача. Наш министр экономики Сармат Эдуардович Кутаев готов к вылету, чтобы подписать потом соответствующее соглашение. Поэтому, то что касается первой части вопроса, но была проделана колоссальная работа, которая введена. Как обычно не бывает видно. Но здесь мы не можем не выразить слова благодарности нашим российским коллегам. На самом деле вопрос был непростой. В каких условиях приходится работать и руководству Российской Федерации с учетом тех процессов и специальной военной операции, режиме санкционных этих мер против Российской Федерации. И в целом с теми геополитическими изменениями, которые стремительно развиваются и меняются. То, что касается второй части насчет пробок. Вы, наверное, помните, в том числе, на совещании, которое осенью проходило на территории пункта пропуска Нижний Заромак, присутствовали наши представители средств массовой информации. Значит, в прошлом году состоялась встреча с министром транспорта Савельевым. В этом вопросе нас они поддержали. Принято решение о реконструкции пропускного пункта Нижний Заромак. Изначально были выделены денежные средства в размере 3,5 миллиардов рублей. После составления проектно-сметной документации сумма была увеличена до 4 миллиардов. На совещании на этой встрече представитель Министерства транспорта, руководитель одного из департаментов Министерства транспорта России доложил, что весной будущего года приступают к реконструкции пропускного пункта Нижний Заромак. Хочу отметить, что после завершения реконструкции увеличивается пропускная способность пункта пропуска в 10-13 раз. Но надо отметить, что и сегодня пассажиропоток через пункт пропуска Нижний Заромак превышает в 7 раз те нормативы, которые есть в соответствующих нормативных документах. Здесь и по первой части, и по второй части, ну, первую мы отметили, до Нового года мы этот документ подпишем. Но здесь есть еще и другая сторона монет. К большому сожалению, бывают иногда и такие предприниматели, которые пользуются определенными ситуациями и в большей степени нагнетают ситуацию. Сейчас мы посмотрим, я дал поручение Министерству экономики, как только мы подпишем соглашение, вот эти пошлины будут отменены, посмотрим, насколько снизятся цены на продукты питания и на отдельные группы товаров. Эту ситуацию мы будем отслеживать. И тех недобросовестных предпринимателей, которые периодически пользуются и перекладывают весь груз на потребители, вот этим предпринимателям будут приниматься соответствующие санкции. Это тоже надо понимать. Будет, видимо, определенное недовольство, но здесь все мы обязаны работать для населения, для народа республики. Академия В тексте или в формулировке вопроса, который был поставлен в ходе референдума, формулировка была следующая. Республика Южная Осетия и государство Алания – это равнозначные названия. То есть использовать одновременно вместе – это неправильно. Здесь у нас и так и написано в тексте референдума – или Республика Южная Осетия, или государство Алания. И за этот вариант проголосовало большинство жителей нашей республики. Поэтому те вопросы, которые ставятся на референдум и за которых голосует население республики, в том числе, соответственно, поддерживать. Здесь единолично, видимо, ни президент, ни кто-либо другой не имеет права менять что-либо. Но здесь название не одно. Республика Южная Осетия, государство Алания – это не одно название. Но государство Алания тоже используется? Не, используется. Ну, согласен, что чаще используется Республика Южная Осетия. Но если вы помните, там предлагали несколько вариантов. Но в итоге проголосовали вот за такой вариант. Но я хочу отметить, что в плане интеграции, какими бы вариантами и названием мы не пользовались, в плане интеграции это нам не мешает. Единство осетинского народа абсолютно не связано с теми вариантами названия, которыми мы пользуемся. Здесь надо понимать, что Осетия была и навсегда. Потом до Юрия нас как-то разделили. Но мы, начиная с уровня государственной власти и на бытовом уровне, север и юг Осетии – это одно целое. И так будет всегда. Значит, в этом году мы подписали, парламент Республики Южная Осетия подписало соглашение о сотрудничестве в сфере законотворческой деятельности. Первым Республику Южная Осетия признал парламент Северной Осетии. Но до сегодняшнего дня у нас не было соглашения. Республика Южная Осетия признал «Северной Осетии». – «Северной Осетии» и «Северной Осетии». Я уже политикой. Возвращаемся к росту. Фончиков нахожусь. У меня фончиков 5 шагов. Наверное, все прекрасно помнят. Референдум, вхождение. Это же ваш референдум. У моего президента Адудис, это был Леонид. Президент не было, что меня не было. И я неgon. И я не успеваю. Президент, который я говорю. Насvereне я улыбаюсь, что мне привыкается. И при этом я позвольте, когда я обморачиваю, я призываю, что я призываю, кто не был главным. Субтитры создавал DimaTorzok как мне конкретно лечить не то, что может быть, что нужно ее сомневаться. Я надплюсь к вам, если я подождусь за правильный ответ, У вас есть пара. Я возляд вас, что вы верите за правильный ответ. Это будет Павильский. Это будет Павильский. Павильский в Волон Гогол Уолан Рембельд. Продолжение следует... 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 Мы, если говорить одним словом, сумели вернуть то доверие, которое было потеряно. В этом направлении уже проделана определенная работа. Мы направили несколько групп, которые прошли обучение по управлению вот этими беспилотными аппаратами. Последняя группа была направлена на курсы по обучению и сборке. На данный момент нами прорабатывается вопрос производства на территории Республики Южная Осетия. Я вам сейчас не могу сказать, вот это производство мы наладим завтра или послезавтра. Но, наверное, раз вы задаете такой вопрос, вы тоже в курсе, что есть программа. В том числе в эту программу привлечены внебюджетные средства. Вот мы на этих коллег вышли, значит, сейчас дано указание подобрать соответствующие помещения, привести в соответствующий вид, создать необходимые условия для сборки и производства беспилотных летательных. Но вы правильно отметите, ничего абсолютно сложного там нет. Я вам больше скажу, наши военнослужащие здесь даже из подручных средств собрали, еще и продемонстрировали, значит, сброс соответствующих взрывчатых веществ. Поэтому в этом направлении ведется еще работа по линии Министерства обороны. Ну, понятно, я здесь все озвучить не могу, но хочу, чтобы вы знали, до конца 2022 года ежедневно и днем, но в большей степени ночью, одновременно в небе над городом летало от 20 до 55 беспилотных летательных аппаратов. Сегодня этот вопрос закрыт. Посмотрел практику других республик, вроде бы и в других республиках, производят кадровые изменения, я считаю, что это нормальные процессы. До назначения любого руководителя, любого уровня, мы с ними открыто говорим. Если человек в полном объеме может перекрыть свою сферу, в состоянии решать те задачи, которые перед ним поставлены, если вопросов к нему нет, человек занимается и работает дальше. Если есть вопросы, тогда их надо решать. И понятно, что это такая не очень приятная ситуация создается, когда любого человека освобождаешь от занимаемой должности, но вместе с тем мы все в ответе перед нашим населением. И вопрос должен решаться. Некоторые обижались, некоторые, наверное, искали другие причины, но работа есть работа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, обычно то, что остается за кадром, поэтому и остается, что не озвучивается. Но я позволю себе очень аккуратно так, ну, чтобы мы вместе с вами понимали, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тоже живой человек. И на самом деле человек очень... Я здесь ни в коем случае не даю какие-то оценки характера. Я вот свои впечатления. Насколько он сложный, настолько же он и простой. И вот мы озвучили же Зарина, да? Зарета. Там дочка учится в ЮГУ. Вот были вопросы вот такие простые, дружеские, а сколько детей, а где они учатся. Между прочим, был очень удивлен, что дочь президента учится в Югостинском государственном университете, честно говоря. И был приятно удивлен. Еще и подчеркну. Вот она говорит, вот это говорит правильно. Поэтому, ну, про остальное, наверное, не стоит. Вот в следующий раз будем встречаться, спрошу, можно будет озвучить то, что осталось за кадром. Ну, красиво получается. Но я вам говорю, самые теплые впечатления, и на самом деле озвучу еще одну формулировку. Когда, значит, я сказал, что, я говорю, для меня очень важно, чтобы вы от нас, от меня лично это услышали, что мы готовы, была тогда развивалась тема союзного государства, если вы помните. Мы готовы в любой момент, как только получим сигнал, вступить в союзное государство. Мы готовы рассмотреть, и как только получим сигнал, и референдум провести, и несколько референдумов уже провели. В любой момент готовы полное вхождение Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации. Я еще тогда добавил, я говорю, Владимир Владимирович, народ Осетии и Осетины предавать не умеют. Тогда он озвучил, что Владимир Владимирович, я говорю, доверяю вастинскому народу. Вот такая характеристика, такая оценка для нас, для всех должна быть такой очень важной, и мы это должны ценить. Вы, наверное, помните, мы принимали участие в праздновании юбилейной даты в победе в Отечественной войне народа Абхазии. После этого, через несколько дней, 3 октября, мы в Сочи встречали с Сергеем Викторовичем Лавровым. Если вы знаете, если нет, то я вам до вас доведу информацию, что наш министр иностранных дел и посол Южной Осетии на территории Российской Федерации несколько раз выезжали в Белоруссию. Мы налаживаем взаимодействие в сфере экономики, культуры. По всем вопросам ведется работа. Вопрос, конечно, непростой, это тоже надо понимать. Вместе с тем мы с нашими абхазскими коллегами, с учетом того, что по сегодняшний день мы в новейшей истории практически прошли один и тот же путь и боролись в одно и то же время за свою независимость, и признание получили в один и тот же день. И строим наши планы вместе с одним и тем же стратегическим партнером Российской Федерации. Исторически, а тем более с учетом новейшей истории, между нашими странами сложились самые теплые братские взаимоотношения. Даже по этому вопросу мы находимся в плотном контакте. О сроках, я думаю, что пока я не смогу назвать сроки, но то, что работа ведется, и в ближайшее время как раз министерства по чрезвычайным ситуациям, представители министерства направляются по приглашению в Беларусь и будут участвовать в совместных учениях, ну это тоже, наверное, о чем-то говорить, если так с политической составляющей оценивать в эту ситуацию. Значит, во-первых, вы сказали, что вопрос был озвучен в ходе встречи с населением Знавурского района. Встреча с населением о закрытости не говорит. Это раз. Если мы встречаемся с населением, факт встречи говорит, во-первых, уже об открытости власти. Во-вторых, вопрос. Здесь я вспомнил, наверное, все смотрели. На МНД, Владимир Владимирович Путин, они здесь. Как, по-моему, американский корреспондент или журналист в студии нас спрашивает. Вот, говорит, там ваши министры, руководители администрации заявили. Кого-то приводили, вот так заявил, вот такое сказал. И он говорит, послушайте, говорит, у меня в администрации более двух тысяч человек. Вот, говорит, напротив сидит, то есть секретарь Песков. Ну, его камера и на земле. Я там иногда смотрю, там он такой, на этом вот думаю, кто ему это поручил, почему он это говорил. Наоборот, я вот смотрю иногда, не иногда, но я каждый выпуск ГТРК ИР от начала и до конца осмотрю. Я, наоборот, удивляюсь. То руководитель одного района, то министр. А вы хронологию и статистику посмотрите насчет открытости. Я думаю, что после указания, чтобы все руководители всех уровней шли навстречу представителям средств массовой информации, я думаю, что сегодня такая проблема была, да. Но я думаю, что сегодня таких проблем нет. Если есть, дайте мне список руководителей, мы до них еще раз доведем, чтобы были более отзывчивы и открыты. Одна из самых таких острых тем. И мы все помним, эта тема начала развиваться в 2019 году. То, что были до этого несколько комиссий, они поработали, были, наверное, соответствующие доклады. Потом Анатолий Ильич Бибилов своим указом создал новую комиссию, назначил или определил Мударова Гарри Витальевича, руководителем комиссии. Комиссия на самом деле поработала. Есть итоговый доклад комиссии, есть материалы, которые в ходе изучения архивных материалов. Есть соответствующая карта, которая, ну фамилию уже не помню, не могу сказать, или иных, или вот так. Значит, дело в чем, когда комиссия завершила свою работу, с итоговым докладом они направили весь пакет документов на имя президента. Мы этот пакет получили и по соответствующей схеме пока направили в Министерство юстиции Республики Южная Осетия. Значит, Министерство юстиции документы посмотрели, направили обратно, согласовали, значит, с Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия. И тогда я начал выходить на наших коллег. Понятно, что такие вопросы в одностороннем порядке решаться не могут. Еще если брать тот момент, что границы Республики Южная Осетия охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России на территории, совместно с военнослужащими погранслужбой комитета госбезопасности, без согласования этот вопрос решить в одностороннем порядке. Поэтому, значит, и в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, значит, 3 октября в городе Сочи я эту проблему озвучил, попросил, чтобы мы, значит, направили эти материалы в МИД России для изучения. И потом мы готовы в любой момент определить, в том числе из числа и депутатского корпуса, из числа сотрудников Министерства иностранных дел, определить соответствующую группу, направить их в Москву, и сесть, и переговорить, обсудить те вопросы, те проблемы, которые в ходе работы могут возникнуть. Значит, при мне же Сергей Викторович дал поручение Марату Минировичу Кулахметову, который тоже присутствовал на встрече. Они со своей стороны тоже определили рабочую группу по приезду в город Схимвал через Министерство иностранных дел весь пакет документов был направлен в Министерство иностранных дел Российской Федерации для согласования. Как только эта информация была озвучена, что практически полтора года то, что просили депутатский корпус, направьте, направьте, почему не направляете, мы всегда отвечали, что прорабатываем вопрос, работаем над этим вопросом, есть уверенность, что нам пойдут навстречу и вопрос получит дальнейшую возможность дальнейшей проработки. А смысл тогда направлять весь пакет материалов, если мы все равно в одностороннем порядке вносим какие-то изменения в закон? С другой стороны, эта информация дошла до наших российских коллег, до посла России на территории Южной Осетии. У них тоже, конечно, появились вопросы, и вопросы здесь обоснованные и правильные. Уважаемые коллеги, если мы работаем сообща, если по соглашению, у нас первым же пунктом прописано, что мы проводим согласованную внешнюю политику в одностороннем такого рода вопросе. Это одна сторона, но здесь есть еще и опасная сторона. Совсем недавно вы прекрасно помните представителей близлежащих сел Грузии в нетрезвом состоянии, заехали на территорию республики Южная Осетия. Значит, их военнослужащие по грануправлению ФСБ России хотели остановить, они не подчинились, несколько выстрелов произвели в воздух, значит, они все равно заехали вглубь территории, они военнослужащие за ними, вломились там в церковь, поломали двери, обратно сели, хотели раздавить машину одного из военнослужащих. Чем это все закончилось, это один задержан, второй был ликвидирован, скажем так, один из нарушителей. Хорошо, что были видеоматериалы, которые югостинская сторона смогла предоставить в рамках МПРИ. И здесь вопрос границ очень такой, щепетельный. И поднимать на ровном месте, это ровно так же получается, как и с референдумом, только чуть поострее вопрос, потому что наши соседи с Южной стороны очень внимательно отслеживают вот эту ситуацию. То, что сегодня обеспечивают безопасность, и наши граждане ночью спокойно спят, в безопасности, вот это надо оценить. И когда речь заходит о границах, то вместе с тем надо и озвучивать то, что они вместе с тем обеспечивают и безопасность населения Республики Южной Осетии. Здесь два составляющих. А вот надо понимать вот эти моменты. Здесь ничего сложного нет. такой сложной формулы, чтобы понять, ценообразования тоже не существует. Здесь дело в чем. Значит, экспортная цена была всегда намного ниже, чем внутрироссийская экспортная. Поэтому у нас до апреля месяца цена на территории Республики Южная Осетия была намного, ну не нам, то 7 рублей ниже, чем в северной части Осетии. В прошлом году была такая же ситуация. В начале года у нас были цены ниже, в середине года экспортная цена повышалась, а мы вывозим на экспорт. Сегодня экспортная цена снижается, и мы уже снизили на 6 рублей. Вчера мне вечером министр экономики докладывает, что нам цену еще снизили, и мы будем еще снижать цену. Здесь надо еще и понимать, там 16 декабря подписано внутреннее постановление правительства Российской Федерации, где исключительным правом вывоза горюче-смазочных материалов предоставили права Роснефти. И на ровном месте мы опять получили проблему какого характера. Из наших предпринимателей, которые занимаются в этой сфере, некоторые уже оплатили, а некоторые уже и вывезли от производителя. И как только они доехали до пункта пропуска Нижний Заромак, они не могут вывезти за территорию Российской Федерации. И сегодня мы опять вынуждены решать вот эти вопросы. Но здесь, наверное, вы отслеживаете Братскую Республику, Абхазию тоже. Вот они попали на самом деле в очень серьезный такой... Даже как цена исходна, на этой кризисе... Ну, там... Вот это, да, это, да, вообще... Ну, очень негативные какие-то процессы там происходят. Почему? У них объемы абсолютно другие. У нас, значит, 5-6 вагонов. И прорабатываем вопрос, чтобы их как-то вывезти. Если нет, то мы другой выход нашли, чтобы реализовать их на территории Северной Осетии, чтобы люди свои денежные средства не потеряли. Но вместе с тем, мы уже у наших предпринимателей до всех довели, всем предложили, и практически 5-6 предпринимателей тоже свой проект соглашения с Роснефтью представил в Министерство экономики. И Министерство экономики сегодня занимается, чтобы заключить, оказать содействие, чтобы наши предприниматели заключили договора с Роснефтью. То есть в этом плане абсолютно полное содействие и полная помощь оказывается нашим предпринимателям. Вроде бы, если словами рассказывать, то 2-3 минуты, а на самом деле здесь у нас, значит, дело в чем. Вся администрация, мы не знаем, а Российская Федерация, и чтобы бумагу элементарно согласовать, бюрократию еще никто не отменял. И здесь это бывает очень проблематично. Но вопросы решаются. Субтитры создавал DimaTorzok, которые не понимают, что вы не знаете, что вы не понимаете, что вы не понимаете. В вашем пути жизнь в прошлом году, чтобы двух видов был в ходе игры. В прошлом году мы увидимся, кто в семье говорит, что самый сильный шар на моем. Поэтому мы всех видим, что футбол вообще в нашей стране. Вот я и Sammy Футбол, а мы будем выглядеть, что весит и весит не слишком сильный. Наш вопрос не обсудили. Наш вопрос не обсудили. Наш вопрос не обсудили. Мы знаем, что мне хотелось бы сделать. С Aires обсудили, мы взяли несколько минут, в несколько минут парнями, мы давали правую заплату, если у меня забрали телефон, то раньше мне сказали, что я . Наш вопрос не обсудили, Ставьте лайки. Продолжение следует... 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 Летом проблематично даже заранее забронировать, чтобы поехать где-то где-нибудь отдохнуть. Такой поток туристов. Сегодня внутренний туризм развивается очень сильными темпами в Российской Федерации. И я бы еще добавил, вот та проблема, которая была озвучена, проблема пропускного пункта Нижний Зарамак. С решением вот этой проблемы, я думаю, что многие туристы пересмотрят свои отношения и будут намного чаще приезжать. Еще добавлю, я вот даже помню, на БТВ Юра, он лично мне рассказывал, привез. Причем, причем очень важно, те туристы, которые приезжают один раз, они обязательно возвращаются. Не второй, а то и третий, четвертый раз. Ну тоже удивительно, Юра Амна. И в общем, он, по-моему, в Кударской ущелье их отвозил, и один из туристов попросил остановить машину. Значит, он вышел, берет камеру и снимает автоджи. Вот так же, вот это. И невольно озвучивает. Вот, говорит, Швейцаря, Швейцаря. Оказывается, вот этот турист совсем недавно был в Швейцарии. И он увидел ровно такую же картину, попросил остановить. И потом еще обещал, значит, прислать те фотографии Швейцарии и сравнить с тем, что у нас. Вот, говорит, у вас маленькая Швейцария, и вы этим не пользуетесь. Ну, надо, конечно, понимать, что сфера туризма, чтобы развить эту сферу, нужны такие существенные денежные средства. У нас внутри республики пока таких возможностей нет. То, что касается инвестиционной составляющей, есть несколько проектов. Ну, презентации мы пока не увидели, но один из них предполагается гостиничный бизнес, квартационный РДГ. Но здесь, какой бы мы проект не рассматривали, всегда сталкиваемся с тем, что, оказывается, у нас нет земли, негде построить любой объект. Поэтому мы сейчас проводим, все районы республики проводят ревизию земель. Сегодня республика указывает самую необходимую помощь. Защищает народ, который проживает на территории новых республик. Отстаивает их свободу и спокойствие. Значит, я думаю, что основная задача сейчас покончить с этими неонацистами, которые вернулись после 40-го года. И с этой задачей мы вместе справимся. В этом должны быть все уверены. Значит, то, что касается помощи. Российская Федерация сегодня на 70% обеспечивает республику Южная Осетия. Мы в ходе реализации инвестиционной программы сталкивались с проблемами. Какого характера дефицит? Обыкновенный цемент. Дефицит. То, что подорожание с 1200 до 5000, а сейчас уже 6000, это одна сторона. Это одни проблемы. Но невозможно было найти. Тогда черкесская. И вы знаете, что и с Рашидом Борисповичем мы и на личном уровне очень личные отношения такие, самые теплые, самые дружественные. И с Рамзаном Ахматовичем. И в Черкесске есть завод, и на территории Чеченской республики тоже есть завод по цементу производства. Но здесь надо понимать, что здесь все ресурсы сегодня пока направляются в первую очередь в нашу новую территорию. Но здесь понимание, когда это все закончится, пока ни у кого нет. Поэтому надо держаться, надо держаться вместе и делать все возможное и невозможное, чтобы те задачи, которые были поставлены перед началом, они должны быть выполнены. Здесь у нас, как говорится, других вариантов нет. К сожалению, таких больших организаций, которые бы брали такую существенную, вносили существенный процент в бюджет. Немного. Да у нас, я уже говорил, к сожалению, таких объемов уже нет. МРБ был, Мегафон, БТК-4, Энергоресурс, Трансказ, Ставрополь. Вот в целом вот эти организации, да. И здесь откуда будут, планируем увеличивать собственные доходы. Вот я обозначил проекты. Когда изначально я озвучил, что мы прорабатываем вопрос реализации проектов в сфере сельского хозяйства, в сфере добывающей промышленности, то многие сиронии, это в автобире, это и худга, дорбакует тут. Жура смандариста, жура как-то вот, честно говоря, не верили. Сегодня вот один проект уже реализуется, и в новом году, урожай нового года на территории республики мы уже будем перерабатывать здесь, на территории республики. Можете посмотреть на территории завода электровыбромашина. Там мы уже начали привозить свой камень, развиваем добывающую промышленность. У нас есть там уже готовые и брусчатка, и камни, и фалавы для памятников на кладбище. Причем, значит, продукция очень качественная. Мы направили и в Северную Осетию, и в Карачаево-Черкесию, представили их образцы, наши образцы на Кавказ-экспо, которые проходили в Минеральных водах. Значит, наш стенд посетил премьер-министр Российской Федерации Мишустин, и он, когда я ему показывал продукцию Южной Осетии, он даже, значит, предложил, с учетом того, что на территории России сегодня очень сильными темпами развивается строительная отрасль, он предложил, значит, представить образцы, и нам помогут, чтобы мы вот эти строительные материалы отвозили на территорию Российской Федерации, в том числе и на новые территории. Это тоже будет... Причем здесь, я вот без всякого хам, честно говоря, очень качественный камень. Очень. У нас еще несколько проектов, есть уверенно, что вот эти три проекта в сфере добывающей промышленности заработают. Есть проект в сфере деревопереработки. Очень серьезный проект. Ну, насчет заработка. заработка. Ну, все же понимают, что с реализацией одного, второго, третьего всех проектов открываются в том числе и новые рабочие места. И здесь такая сфера, что заработная оплата бывает немаленькая. Параллельно хочу добавить про БТК-4. Я хочу здесь выразить и сказать огромное спасибо Тайму Разубу. При первой же встрече он нам обещал, что когда он выслушал нашу позицию, наше видение, наше отношение, он сказал, что готов помочь, готов открыть дополнительные места. Сегодня мы с вами знаем, что только на базе здесь городского, городской фабрики начали работать 50 новых годников. По моему поручению сейчас соответствующие структуры подбирают помещения. Это что касается пока в черте города, где будут открываться от 150 до 200 рабочих мест. Значит, параллельно есть понимание и уже предварительные планы открытия районного филиала, это в Джавском районе. Здесь предполагается поставить сборную конструкцию от 100 до 200 рабочих мест. Мы определили с нашей стороны представителей. Таймурас Казбекович со своей стороны тоже поручил двум своим сотрудникам и они вместе прорабатывают вот эти вопросы. я думаю, что в новом году вот эти планеты тоже будут решены. Поэтому, наверное, одна из самых основных задач любого руководителя любой страны это создание рабочих мест для населения, чтобы люди имели возможность получать заработную плату. сегодня, даже если взять сферу здравоохранения, у нас очень большие проблемы в РММЦ. у нас сегодня острая нехватка реаниматологов, анестезиологов, хирургов. В этом году закончили обучение 8 выпускников и как по заказу получилось 4 из них или 3 из них 3 хирурга и 4 реаниматолога. 8 человек закончили ординатуру. Вот первые 8 остались здесь. Мы сделали все возможное, но мы отсюда их будем направлять в ординатуру, но здесь мы для них сделали все условия, чтобы как-то они здесь укрепились, создали здесь 7. Другие 8 мы не смогли сюда вернуть. Поэтому мы пришли к выводу. Было указание Министерства образования, Министерству обороны, обороны, через Министерство обороны мы направляем военно-миницистские учреждения Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому перед направлением каждый из них будет подписывать соответствующий контракт, что после учебы он возвращается на родину и первые 5 или 10 вот здесь пока наверное будем решать. И вот эти изменения мы планируем внести в законодательство, чтобы на законодательном уровне закрепить. Буквально вчера мы с коллегами прорабатывали, есть у нас программа по привлечению приглашенных специалистов. Ежегодно мы тратим на это около 38 миллионов рублей. Но они до конца прошлого года приезжали, всегда приезжали в качестве советников. Но нам советники не нужны, нам нужны специалисты. Здесь советами мы сами тоже можем поделиться. Нам нужен врач. Если к нам приезжает советник и у нас больной в операционной и специалист которого мы приглашаем платим деньги, он говорит я не уполномочен, не имею таких прав, я могу посоветовать, то мы проблему не можем решить. Поэтому мы будем выходить на наших коллег, чтобы в этом вопросе мы тоже нашли понимание. Понятно, что деньги и российские коллеги оказывают помощь, но это не значит, что мы деньги должны выбрасывать на ветер. Это деньги налогоплательщика и Российской Федерации, и у нас 98% практически тоже граждане Российской Федерации. Поэтому я думаю, что если мы будем проявлять правильный подход при решении любого вопроса, будем добиваться положительных результатов. Мы прекрасно помним, когда завозили на территорию Южной Осетии продукцию через сельхозпродукцию имеется в виду, зелень, огурцы, помидоры, фрукты, овощи, через Ленингорский район, у нас цены были в три раза дешевле. Сегодня поставляется та же продукция, а вообще сейчас хородят то я лосноч, остана, не лосноч, лорс, а шепарта можня сэртэ, а сэж остэсэртэ, и мэма фэнда грац ходдимэ. И мэхэвши вэз, хшай фэрэстэй, и уэлдэрэ рээс кэнэм, байдэээ мэна неим бастэктэлэ, мэн неим шэртэ, чи алхэнэ хэнэ хэвдэнэ. Черепичные и сын, да, теплица. Очень качественный продукт. И огурцы, и помидоры, и перец, и зелень. Но то, что отрасль, вся отрасль сельского хозяйства должна быть в приоритете, для нашей республики. Это, конечно, понимаем, будем дальше развивать и продолжать с таким же подходом. Поддерживать наше сельское население. Но сегодня, если мы даже возьмем статистику, здесь у нас сельскохозяйственную продукцию выпускают несколько крестьянско-фермерских хозяйств и в основном личные подсобные хозяйства. Здесь каких-то комплексов у нас сегодня, к сожалению, нет. Хотели построить на территории Снаурского района. Сейчас, значит, тоже один положительный момент хочу отметить. Реанимируем три проекта, которые были провалены. Начали эти деревья лечить, лечить, начали расходы, 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 потом получается, все-таки не получат. Привезли, значит, с Кабардино-Балкарии специалиста. Без него бы мы, конечно, не узнали. И он здесь, говорит, видимо, грунт не подходит. Собрали на анализы. Оказывается, для яблок эта земля не подходит. Подходит косточку, и там, 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 перси, калыча, сливы. И там такие средства опять получилось, что похоронили деньги на ровном месте. Я уже отметил, еще раз повторю, около 98% жителей Южной Осетии, граждан Южной Осетии, являются гражданами Российской Федерации. Народ Южной Осетии всегда на выборах президента Российской Федерации показывал очень большой процент поддержки. Мы уже определили сотрудника администрации президента, который в постоянном режиме находится с посольством Российской Федерации на территории Южной Осетии. Вместе с тем, уже соответствующие поручения даны, в начале года, во второй половине января, с участием руководителей администрации и города, и президента, и всех районов, и с привлечением силовых структур, мы проведем, и с приглашением представителей, конечно же, посольства Российской Федерации, проведем общее совещание, чтобы подготовиться к проведению выборов президента Российской Федерации на территории Республики Южной Осетии. Нисколько не сомневаемся, что даже в такой тяжелый период времени народ Южной Осетии проявит свою гражданскую позицию и поддержит верховного командующего вооруженными силами Российской Федерации. Семейные традиции, наверное, в основном и в частности в новом году практически одинаковы, когда все были подростками на территории Республики Южной Осетии. Российской Федерации, Для меня я так никто не понял. Я всегда могут раздаться. Осенью, меня они не выражают. Я не знаю, я не знаю, что это. А я не знаю, если мне поймёт, а я не знаю, что это свою банду. Это выражаю снимать в кровь, сделать до трех тех пор, как у тебя он師, и которые у нее будут делать, я еще случайно теперь на огонь, если я выражаю, что я не буду делать. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!